Владимир, как вспомнить прошлые жизни опыт? А зачем? Неужели вы думаете, что это даст вам много радости? Это даст вам большие печали, я вас уверяю. И Соломон об этом тоже говорил, и многие другие. Владимир, почему могу чувствовать некоторых людей, с которыми уже не общаюсь? Вот это самое плотное седьмое измерение. Есть еще шесть измерений, в которых мы существуем. Одномоментно все измерения пронизывают друг друга. Они не где-то там, в другом месте. Это все находится здесь и сейчас. Владимир, как научиться отпускать людей? Для того, чтобы надо научиться не отпускать людей, а не привязываться к ним. Перестаньте ожидать от кого-либо чего-либо. И тогда вам не нужно будет ничего отпускать. Как избавиться от гордыни? Понять истинную природу гордыни. Кто гордится и чем гордится? Если вообще чем гордиться? Вообще гордыню нужно отдать Богу, потому что заслуги индивидуума совершенно никакой не имеется. В жизни мы исполняем волю Творца. Если кто не понимает, о чем идет речь, почитайте Шопенгауэр. Воля и представление, как представление. Также изучите эксперимент Бенджамина Либета. И такие же эксперименты на более современном оборудовании были многократно произведены после. Мы тут аватары. Ум, вот этот вот ум, логическая система, вообще никакой воли не имеет. Мы исполнили приемопередающие исполнительные механизмы, аватары. Если кого-то это не устраивает, дорогие боги, можете считать как угодно и что угодно. Здесь никто против не будет того, что вы чего-то считаете. Так, вот у нас уже начало темнеть. Как интересно-то. Ну-ка, как бы нам тут... Ну, ладно. Владимир, здравствуйте. Что такое ад? Интересно ваше мнение. Ад, собственно, как и рай, это... Здесь находится. Ад и рай не где-то там, после того, как физическая оболочка прекратит свое существование. Ад и рай находятся в сознании каждого индивидуума. Здесь, сейчас, есть и ад, и рай. И если ваше сознание, если все ваши мысли в прошлом и будущем, то вы очевидно в аду. Если вы находитесь здесь и сейчас, то вы очевидно в раю. Как избавиться от ксенофобии, восприятия чужих как неприятное или опасное? А это же обычный страх. Понимаете? Вы считаете, что чужие представляют для вас опасность, потому что они более смешены с такими же себе подобными, да? Поэтому вы представляете, что вам есть что делить, что есть определенная опасность. Вот, собственно, и все. Поэтому для того, чтобы избавиться от этого, необходимо понять о том, что все люди примерно одинаковые. Вот те же самые тайцы, да, они разговаривают тут на тайском языке. Они там, может быть, пищу едят слишком острую, слишком сладкую, да? Может быть, вот у них обычаи там какие-то другие. Но они точно так же бухают, дерутся, они точно так же делят имущество. Они точно так же ругаются, собачатся между собой. Так же они не хотят работать где-то. Так же они там переживают весь спектр эмоций, такой же, как и у камбоджийцев то же самое. И у других то же самое. И у афроамериканцев где-то там в Мамбутии то же самое. И кровь у нас у всех красная, да. Понять еще одну простую вещь. Вот завтра глобалисты выпустили вирус, какой-нибудь хрен сырчет, медбред, Годзилла супер-пупер, Кинг-Конг. Вот и все. И все. Все подохли. Никого не осталось. Остались только вы. Например, там русский, остался какой-нибудь ксенофоб, который терпеть не может, я не знаю, там афроамериканцев, например, да. Остался афроамериканец, который ненавидит бледнолицых, да. Вот все остались, кто ненавидит друг друга. По штучке. И что им делать дальше-то? Дальше что делать? Все. Все остальные сдохли, как муравьи от дуста, от таракана от дуста. Никого нету больше. Остались только те, кого вы ненавидите. У вас просто вариантов нету. Их полюбите. Что делать-то? Вы сына приучили ненавидеть евреев. К примеру, там, в той семье приучили ненавидеть вас. Вот этих вот тупорылых русских, да. Некоторые считаю. Гоев. Все, все подохли. Остались вы и ваш сосед. Ваш мальчик и соседская девочка. Все, все, человечество закончилось на этом, да? Ваш мальчик не будет делать бум-бум с соседской девочкой. Только потому, что вы ненавидите евреев. Она не будет это делать, потому что она считает вас боем. А с кем еще-то? Все? Финита? Люди все время размышляют над подобными вещами в силу того, что вроде как людей много. Вы сократите численность до минимума. И все станет ясно у вас перед глазами. Непонятно. Здравствуйте, Владимир. Почему так щемит сердце от происходящего вокруг? Это не сердце щемит. Это ум щемится. В других физиологических оболочках, которые были до этого. Но сердце прекрасно знает, что будет еще бесконечное количество инкарнаций и воплощений в других физиологических оболочках. Это ум. Бедолага там стинается охренеть как. Ум некомфортно и страшно. А сердцу никогда не бывает некомфортно и страшно. Это сердце до лампочки. Даже если вы представитесь прямо сейчас. Как успокаиваться без настоек? Как спокойно реагировать на события? Я много раз говорил о том, что настойки нужны для того, чтобы начать творческий процесс внутри своего сознания и размышлять над теми вещами, которые вас беспокоят и пугают. Если вы потребляете микстуру ЦНС для того, чтобы забыться и не думать, вы поступаете неверно. Поэтому будете все время потреблять микстуру. Необходимо трудиться над собой. А это всего лишь инструмент, который вам позволит это делать. Необходимо идти и исследовать источник и причину своих страхов. Необходимо меняться. Вот тогда вам уже ничего не понадобится. Вот и все. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Учение Дона Хуана у Кастанеды «Как вам?» было мною прочитано во всех его произведениях. Очень даже интересно все там изложено. Я в большинстве своем разделяю те концепции, которые им описывали. Где чудеса ваших богов? Нету. Ой, вы лично наблюдали чудеса Богородицы? Она вас обогородила разочек-другой? Или как? И с чего это вы утверждаете? Что если вы не видели чудеса других, а Богородицу видели, может быть, она вам явилась где-то во сне, помахала вам ручкой и сказала «Вот она я, Богородица, пришла к тебе, моя хорошая или мой хороший». Вот сейчас вот и все. И для вас это уже явилось критерием праведности данной иллюзии. Остальных вы не видели. Моисей к вам не приходил, Мухаммед тоже не пришел. Вот может быть и пророк Иса, как его Иисус называет, тоже к вам не пришел. Говори так, потому что они просто не захотели к вам зайти. Может, вы не нравитесь по какой-то причине. Или они посчитали, что может быть, там нужно кому-то к другому зайти. Может быть, вы уже достаточно просветлены. Но, как видим, есть какие-то психические, так сказать, отклонения в определенную сторону. Вот в сторону Богородицы. Богородицы хорошие, а все остальные так себе. Бог тот, кто души родил. Душа не может быть рождена, потому что это не материальный объект. Из Бога на атомарном уровне все состоит. Но душа нет. Душа – это вообще не объект. Это свойство. Индивидуальность, да. Но индивидуальность ошибочно называют душой. Индивидуальность – это в предыдущих видео я рассказывал. Сейчас возвращаться к этому нет причинности. Твой Бог – Сатана. Вы можете говорить только о себе, мой хороший. Чей там ваш Бог? Сатана, не Сатана. Придумали себе каких-то Богов. Вам эти бесы в рясах рассказали по поводу того, что есть хороший боженька, сидящий на небесах с трезубцем в жопе. И какой-то плохой черт, какой-то Сатана, Люцифер, еще как-то его назовут. Разные всякие. Иблис там. Вот это плохой. Поэтому ходи сюда, плати деньги, мы тебя избавим от плохого. И ты, когда сдохнешь, пойдешь в рай. А то попадешь прям точно в ад. Передачи у нас многократно велись по этому поводу. Хотите, переслушайте. Но я вижу, что вы пока что безнадежны совершенно, судя по вашему комментарию. Нету смерти, есть тот свет. Да, светов много. Причем светов в общей сложности семь. Без смерти. Как ни выполненные обещания влияют на жизнь. Они влияют таким образом, что вам все равно придется решать эту задачу. Слово же не воробей, вылетело не поймаешь. Если вы чего-то боитесь, эти ситуации будут повторяться столько раз, пока вы не научитесь их не бояться. Если вы кому-то что-то пообещали и не сделали, то в конечном итоге все равно в этой или в следующих жизнях это все будет повторяться и повторяться до той поры, пока вы не сделаете обещанное. Поэтому старайтесь вообще никому ничего не обещать. А с какой стати, собственно, вам обещать? Зачем? Да будешь наказан, тра-та-та, за тебя твой взор кинет. Да-да-да-да. Да, точно. Вы все четко про себя сказали. Только вы не будете наказаны. Вы уже наказаны своим невежеством, мой хороший. Поэтому добавить к этому совершенно нечего. Вы уже в своем персональном аду находитесь. Вместе со своими богами иллюзорными, которых вы думали. Поэтому и считайте, что сейчас нужно всех и прочих наказать. Что вот я тут прав, а остальные все нехорошие, такие еретические неправы. А я вот тут единственный прав. И все. Поэтому, мой хороший, вы уже в аду. Поздравляю вас. Судя по объяснениям, не нужно привязываться, не нужно очаровываться. Не нужно. Не нужно вообще проявлять чувств никаких. Отчего же? Чувство доброты и радости очень даже полезно проявлять. А вот очаровываться абсолютно не надо. Это что, вы считаете хорошими чувствами, что ли? Очаровываться чем-то. Поэтому есть в арсенале у человека очень много положительных эмоций. Эмоций любви. Только любовь не такая, что я люблю тебя при условии того, что ты любишь меня. Попробуйте любить, не требуя ничего взамен. Это называется безответная, истинная любовь. Не безответная, а истинная любовь. Почему бы не любить, не требуя ничего взамен. Не требуя любви взамен. Попробуйте, может вам понравится. Покажи мне человека или животное, которое родил отец. Это, знаете, вы попросите показать себя самого. Покажи мне. Кто вы такой, чтобы вам что-то показывать-то вообще? Сидите тут, требуете чего-то. Покажи мне то, покажи мне это. Идите к зеркалу и посмотрите. Вот как раз то, что вы требуете показать, вы увидите в зеркале. Но вы этого совершенно не понимаете. Потому что живете в парадигме страхов. Владимир, у человека всегда есть выбор. У человека есть всегда иллюзия выбора. А выбора никакого нет. И никогда не было. Всех и все родила мать. Безусловно. Конечно. А Бог Он и мать, и отец. Что делать, если наступила смерть при жизни? Это очень хорошо. Осознать. Потому что... Что такое смерть при жизни? Это переоценка ценностей. Это когда старые ваши привязки, которые вы считали очень ценными вещами, перестали быть ценностями. Вы носили в руках камни. Смотрели на них и думали, что это алмазы. Когда пелена с ваших глаз сошла, вы посмотрели на свои руки и увидели в них обычные камни. Которые отягощали вас. Поэтому вы их выкинули. Теперь ваши руки свободны. И вы можете в них взять что-то новое и вполне себе даже полезное. Это и есть переоценка ценностей. Если мужчина разумный, но уколотый, опасно ли за него выходить замуж? Достаточно часто задают этот вопрос. На него бессмысленно совершенно отвечать. Абсолютно бессмысленно. Единственное, что можно сказать по этому поводу. Если вы не сделали вот это защитное действие в силу определенных объективных причин, которые вы понимаете. И если вы видите, что мужчина сделал эти действия, неужели вы рассчитываете на то, что ваши жизненные пути, мировоззрение, цели могут совпадать? По-моему, ответ очевиден. Женщины в жриц любви превратили. Но многие из них и были такими. Какие профессионалки будут актуальны в будущем? Те, которые умеют делать очень простые вещи. Трудиться на земле, врачевать народными средствами, приготовить кашу из подручных средств или еду. Из того, из чего почти невозможно приготовить. Вот такие будут цены. Те, которые с бархоткой, торчащие из-под мини-юбки в лабутенах и синтетических кружевных трузелях, никому будут не нужны. Они и сейчас уже становятся никому не нужны. И кроме, так сказать, гомерического смеха у разумного человека, никаких эмоций вызвать не могут. Кто-то говорит, что при обязательной профилактике были и плацебо. Да, были для того, чтобы создать позитивное, так сказать, информационное поле. Чтобы все сказали, да что вы, говорю, да все же замечательно себя чувствовали. Никаких проблем нет. Все это, говорят, какие-то дурные концепции, конспиралы, говорят, сплошные глупости все это. Поэтому определенные были. Но потом послали на третью перфорацию, четвертую перфорацию, там и так далее. Почему сейчас большинство женщин не хотят детей? Кто же боятся? Боятся просто. А что тут непонятного? Здравствуйте, у меня вопрос. Гипнологи в своих сеансах рассказывают, как дыша умершего радуется, либо испытывает страдания. Как такое возможно в тонком мире? Можно ли испытывать чувства? Чувства, конечно, можно испытывать. Тем более мы уходим в мир эмоций. И там, да, можно все эти чувства испытывать, безусловно. Вот, наш этот самый сумасшедший написал. А евреи, божьи люди, вы что, говорит, не в себе? Мы хорошие. Да вы не в себе. Потому что вы разделяете людей на разных. Вы хорошие, а остальные какие-то кривые пидорасы. А вы, да, хорошие. Ну, что ж, никто с вами спорит, не собирается здесь. Продолжайте в том же духе. Все, увидите скоро. Действительно ли глютен так вреден для здоровья? Для здоровья вредны мысли о том, что что-то вредно. У кого, говорит, перепрошить телефон? У Виталика перепрошить телефон. Обращайтесь к Юляше, она вам подскажет. Виталька у нас умеет это делать. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok